Плохой лейтенант, уральский милиционер, не стал проходить переаттестацию, а просто разделся до трусов. Сейчас Евгений Сычев работает без прикрытия стриптизером. И если раньше каждое утро заступал в наряд, то теперь каждый вечер наряд снимает. Говорят, следователь отдела грабежей похитил уже не одно женское сердце. Екатерина Деменчук увидела голого Карлсона и тоже дрогнула. Вот так вся институтская жизнь в ЭП проходила. То есть построение, учеба, построение, учеба, учеба, построение. Теперь Евгений работает не по распорядку, а по призванию. Костюм полицейского и погоны он снял с себя еще пять лет назад, чтобы заняться стриптизом. Еще будучи курсантом юридического института МВД, он решил не маршировать на плацу, а танцевать на сцене. И прошел кастинг в один из стриптиз-клубов Челябинска. Так, утром, держа строй, а ночью заводя публику, Евгений окончил институт. И даже попал по распределению в отдел полиции, где два с половиной месяца раскрывал кражи и грабежи. И все же решил не расследовать, а развлекать. Творческой натуре слишком тесно в строгой форме. Теперь каждую ночь новый наряд. И это не приказ от начальства, а экстравагантный костюм. Позвольте представить, карты сегодня. В арсенале артиста образы русского богатыря, лесоруба и даже Деда Мороза. Правда, и в таком обличии в нем до сих пор узнают блюстителя закона. Когда выступаешь на корпоративе, вот, и иногда слышишь там какое-то там перешептывание. Он уже в милиции работал, в милиции работал. Становится, в принципе, смешно. Ну, не знаю, вот какой-то вот явной там негативной окраски я как бы, ну, по этому поводу не слышал. Родители танцора в его откровенной работе форменного безобразия не увидели. И даже ходят на вступление сына. Правда, признаются, юридически Евгения отправили, чтобы вырос бравым полицейским. И такого па не ожидали. Для меня это была, ну, новость, скажем так, что он не будет больше работать в полиции, потому что это ему не нравится, и что он хочет заняться непосредственно вот танцами. Я вижу, что это ребенку нравится, что это его. Но я была не против абсолютно. Я была даже за. К тому же Евгений уже не первый, кто так круто сменил профессию. Несколько лет назад челябинский металлург Илья Бувчев взглянул на железо другими глазами. Работу на заводе променял на танцы у шеста. Вот и Евгений по творческому псевдониму Шейн стал одним из самых востребованных стриптизеров. С младшим лейтенантом потанцевать мечтают многие. Вот только надевать форму снова он не собирается. Даже для выхода на сцену. Екатерина Деменчук, новости 41-го канала.